Мир вам, братья и сестры. Я думаю, что сегодня Господь нас уже кормил, и в нашем духовном желудке уже что-то есть. Так ведь? И остается еще немножко до сытости нам насытиться, чтобы с чувством удовлетворения уйти с этого места, и у нас поэтому еще есть для этого время. Третье царство, первая глава, 52 стих. Кто читал Библию, знает историю о том, когда сын Давида Соломон должен был воцариться, его опередил его старший брат Адония хитростью, собрал вокруг себя людей и таким самозванным образом провозгласил себя царем. Но Давиду вовремя сообщили, он быстро отреагировал, воцарили законно Соломона, Адония испугался и понимал, что теперь может быть по законам тому времени над ним расправа, и 51 стих говорит, донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, если же найдется в нем лукавство, то умрет. Адония не был хорошим человеком, как мы сейчас слышали. Но, тем не менее, Соломон говорит, что этот человек будет находиться в безопасности, если среди своих отрицательных качеств, среди своих неправильных, неправильного образа мышления он все-таки будет иметь честность. И Соломон гарантировал этому человеку безопасность. Если же написано, в нем найдется лукавство, то умрет. Я хотел бы вот этот стих сегодня смотреть на него не как на отдельную ситуацию, когда какому-то человеку по какой-то причине кто-то гарантировал безопасность. Но я верю, что Соломон здесь произнес духовный закон. Мы с вами знаем о том, что многие люди начали христианский путь, начали следовать за Господом, но далеко не многие его благополучно закончили. И христиане, которые переживают о том, чтобы оказаться в числе уцелевших и верных Господу, дойти этот путь до конца, задают себе вопрос, где гарантия? Как я могу знать, что я дойду? Потому что падали люди, которые были гораздо лучше меня, падали люди, которые были гораздо духовнее меня, где гарантия, что я смогу уцелеть в этой жестокой духовной битве. И вот этот закон, духовный закон, который произнес Соломон, он относится, конечно же, и к нам. Если мы будем честны, то и волос не упадет с нашей головы. В одном месте написано, что праведный будет жить верою. То есть человек, который избрал Господа, чтобы идти за ним, он будет жить верою. И здесь человек честный приравнивается к праведнику. То есть честный тоже будет жить. У него могут быть немощи, у него могут быть недостатки, у него могут быть изъяны в его поведении, но ему дается гарантия. Если он будет честным, он будет жив. И вот на эту тему сегодня хотелось бы рассуждать. Когда я смотрел вот это слово «честность» вообще в Библии, я обнаружил, что само вот это русское слово употребляется достаточно редко. Но смысл честности или слово с таким смыслом в основном в Библии переводится как «искренность», «чистота». Чистота в смысле отсутствия примесей. Как сказал Давид Господу в одном из своих последних псалмов, что «с чистым ты поступаешь чисто, с искренним искренно, а с лукавым по лукавству его». Так закончилась жизнь Давида. Такой вывод он сделал в конце своего земного поприща. Соломон эту эстафету перехватил. Он понял, как дорого в глазах Господа честность, открытость, искренность, отсутствие всяческих примесей в мотивациях и действиях. И поэтому начало царствования Соломона также было связано с вопросом честности. И когда мы рассматриваем этот момент, мы видим, что почему-то сегодня в наше время это качество не совсем популярно. Почему? Потому что честный человек, он обязательно еще плюс к этому должен быть и смелым. Честность всегда требует смелости. Когда мы с вами честные по отношению к самим себе, то есть мы можем говорить о том, кто мы есть, то всегда страдает наша репутация. Потому что мы с вами все несколько хуже, чем то, как мы выглядим в глазах других. Так или нет? И если создается ситуация, когда нам нужно открыть часть какую-то своего естества, это не говорит о том, что мы сейчас должны все по очереди выйти сюда и рассказать о том, какие мы плохие. Но есть ситуации, может быть, это душепопечительская беседа, может быть, это выяснение отношений или еще что-то. В этих случаях, когда мы применяем честность и мы открываем то, что нам так невыгодно открыть и рассказать, о нас уже тот человек может думать хуже, чем он думал раньше. Так или нет? И поэтому, если мы сегодня преклоняемся перед нашей репутацией, если мы преклоняемся перед тем, положительным мнением, которое люди имеют о нас самих, мы никогда не будем честными. Потому что нашу честность может оценить только другой такой же честный человек. А их немного. Если же мы будем проявлять честность по отношению к другим людям, то есть, когда нам нужно высказать что-то, прямо сказать и так далее, то в таких случаях мы можем потерять друзей, это тоже цена. Интересно, когда пророк Исаия написал, что честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно, и еврейский оригинал переводит это слово как «свободные руки и свободное сердце». Я думаю, что это как раз тот случай, когда честность относится к другим людям. Если у нас свободное сердце, если у нас свободные руки, у нас незапятнанная совесть, мы можем честно говорить и обличать. И нам никто не может заткнуть рот. Почему? Потому что наша совесть свободна. И если мы хотим быть честными по отношению к другим людям, иметь моральное право высказать им недостатки в их поведении, у нас самих должны быть свободные руки и свободное сердце, тогда честность станет возможной и реальной для осуществления. И вы знаете, я заметил, что честные люди иногда бывают, выглядят опасно. Так или нет? Они выглядят людьми, от которых порой не знаешь, чего ожидать. Потому что честный человек не закрывает глаза на окружающую обстановку, не закрывает глаза на себя и может при всех, как маленький ребенок, сказать, что голый король оказывается. Опасный ребенок был? Опасный? В этой истории рассказывается, что его сразу спрятали. Почему? Лишкам опасно высказываться громко в слух о том, что все остальные стараются не видеть. И я помню, как один брат говорил, и он не один свидетель этому, когда он только начал ходить в служение, говорит, меня очень раздражало, что проповеди вскрывали все то, что я пытался так тщательно спрятать внутри внутри себя. То есть это стиль жизни, и враг сегодня пропитал ложью и притворством все естество человека, чтобы загнать человека в тупик, чтобы у человека не было выхода, чтобы человек не мог решать свои личные, может быть, внутрисемейные проблемы, потому что они решаются только с помощью честности и открытости, которые человек должен иметь в себе. И вот смотрите, этот пример тому, что я говорю, как эти люди выглядят. У одного отца написано было два сына, и он говорит одному, иди работать виноградник мой. Что он сказал? Не пойду. Отрицательный пример? Отрицательный. Вы помните завершение этой истории? Он потом пошел, и даже Иисус сказал, что этот человек выполнил волю отца. Другому сыну говорит, пойди. И он что сказал? Пойду. И что дальше делал? Дальше читал книжку. И не пошевелил ухом. Благополучный человек, хороший человек, неконфликтный человек, но не исполнивший волю Господню. Тот, который сказал своему отцу, не пойду, скажите, это был идеальный человек или нет? Нет. Он не был человеком правильным в этом смысле. Но он был честным, и каким-то образом то, что у него в тот момент было в голове, оказалось на языке. И он оказался к исполнению воли Божьей гораздо ближе, чем второй говорит, пойду, пойду, пойду и не пошел. Не вызывает никаких переживаний, не вызывает никаких подозрений, не вызывает никаких тревог и не исполняет волю Господню. Сколько сегодня такого в христианстве? Да, аминь и живу, как хочу. Другой смотрит что-то, тут ляпнул не так, там сказал не то. Потом плачет, сокрушается, Господь исправляет, он извиняется, он примиряется и становится человеком, исполняющим волю Божью. Почему? Потому что к его немощам у него есть один плюс длинный, широкий, высокий, плюс честность. И он выглядит гораздо более колючий, чем остальные. Он выглядит неотесанным, он выглядит неправильным, но он гораздо ближе к исполнению воли Господней, чем причесанный, приглаженный и хитрый. И один человек тоже, о котором Иисус положительно высказался, мы бы с вами о нем положительно не высказались, я вам почти это гарантирую. Потому что у нас ценности отличаются от ценностей Иисуса еще пока. Иисус знал его слова, когда его позвал другой ученик, говорит, мы нашли Мессию. И этот второй, Нафанаил, говорит, из Назарета, может ли быть что доброе? Скажите, это хитрец или примец такой? Это честный человек высказал то, что думает. Некультурно высказался. Кажется, с предубеждением высказался. Но как можно перечеркнуть на Назарете, поставить крест и сказать, что из Назарета не может быть ничего хорошего? Это неправильно так говорить. Но он так думал и он так сказал. И когда он пришел к Иисусу, Иисус еще издалека увидел и говорит, вот смотрите, вот сейчас вам всем одиннадцати пример, что идет человек, которым нет лукавства. Настоящий еврей-израильтянь. К сожалению, еврей сегодня знает, кто настоящий еврей. Сегодня таким именем называют всем других людей, которые больше похожи на Якова, чем на Израиля. И вот смотрите, два момента, которые мы с вами в жизни желаем. Это вера и истинное раскаяние. И путь к этим двум качествам самый короткий через честность. Написано, первый сын сказал, не пойду, но после что произошло? Раскаявшись, пошел. Честный человек всегда близок к покаянию. Из него не нужно вытягивать покаяние, его не нужно выдавливать из него покаяние, его не нужно припирать к стенке фактами. Он честный человек, он открытый человек, он искренний человек. Многие его изъяны бывают порою на виду, и на них может быть очень неприятно смотреть, но он ближе к покаянию, чем все остальные. И путь к вере тоже короткий через честность. Этот Нафанаил сказал, что думал, из Назарета не может быть добрая, потом Иисус проговорил к нему всего лишь одну фразу, и он сказал, это мой Господь, ты Мессия, ты Царь Израиля, слава Господу. Почему сегодня вера и настоящее покаяние убегают от нас далеко, и мы никак не можем догнать их, потому что они убегают от хитрых, лукавых людей. И я хочу покаяться, но не могу, потому что я хитрый. Я хочу верить и не могу. Почему? Потому что я хитрый. С мужем искренним. Ты поступаешь искренно, с чистым-чистым, а с лукавым по лукавству его. Не лукаво, а соответственно его лукавство. Когда человек разговаривает с Господом, он уже настолько привык хитрить с окружающими, что хитрит и с Господом. Однажды к Иисусу пришли и задали вопрос, говорят, какой властью ты делаешь то, что ты делаешь. И он говорит, я вам задам тоже вопрос, крещение Иоаннова было с неба или от людей? Они отошли в сторону и стали обсуждать, если скажем так, будет плохо, скажем так, будет плохо, не знаем, как сказать, подошли, говорит, не знаем. Он говорит, и я вам не скажу. Почему молитвенная жизнь некоторых христиан скудна? Почему они читают Слово Божие и откровения не приходят к ним и не открывается им Священное Писание? Потому что они не умеют разговаривать с Господом. Они с ним нечестны. Эти фарисеи были нечестны с Иисусом, и Он не стал открывать им и Своё сердце. Они не открыли Ему Свою внутренность, Он не открыл им Свою. И от этого наша молитвенная жизнь становится очень плоской и безрезультатной. Бог сегодня желает взаимности от Своего народа. Если мы хотим, чтобы нам открывались Божьи тайны, наши тайны тоже должны открываться. Из-за того, что мы с вами все вышли из мира, где ложь, хитрость, обман, лицемерие, притворство, изворотливость, прогибание являются основными принципами выживания, нам нужно очень сильно перестраиваться. Для этого нужно очень много усилий и много времени. Но нам нужно тренироваться. И один из методов тренировки, который я предлагаю верующим, разговаривать в молитве с Господом так, как будто бы Господь ничего не знает о вас. Почему мы так сухо молимся? Потому что мы так говорим, Господи, слава Тебя за все, знаешь мои нужды, аминь. Мы говорим, он же все знает. Если он все знает, зачем тогда вообще молиться, да? Вы думаете, что молитва – это проинформировать Господа о происходящем в нашей жизни? Нет. Молитва – это освободить сердце свое. Достать нужду оттуда и положить ее в руку Господа. Не просто о ней сообщить и тащить дальше на своих плечах, но достать ее, реально достать ее, вынуть из своего сердца и положить в руки Господа. И так может делать только честный человек. И очень хорошо, когда мы можем подробно рассказывать Господу о наших переживаниях. Не потому, что он не знает. Это учит нас открытости в отношениях с Господом. Это учит нас отворять свое сердце и дать ему власть действовать и наводить там свой порядок. И такой человек близок к разрешению своих собственных духовных проблем. Потом это у него получится хорошо и с другими. Вы знаете, однажды, я не очень соображаю в компьютере, но однажды я нашел такую штуку там. В компьютере информация разложена по так называемым папкам. То есть такие разделы есть. То есть тут у тебя текст находится, в этом разделе у тебя находятся фотографии, в этом разделе находятся твои расчеты и так далее. И однажды я нашел скрытые разделы. Называются скрытые папки. Мне так стало интересно. Я, вернее, даже не их увидел, а увидел строчку «Показать скрытые папки». Ну, кому из нас не захочется узнать о скрытых? Так ведь? Я сразу же нажал. Думаю, что у меня там скрыто в компьютере? От меня самого, от хозяина. Почти. Нажал, и сразу мне предупреждение. Открывая эти папки, вы можете повредить компьютеру. Не открывая их, а залазя в них внутрь. Я понял, что эти скрытые папки скрыты от меня, потому что они слишком важны, и таким людям там делать нечего. И тут, вы знаете, сейчас такое время, что мы через компьютер уже учимся даже. Странно, это нелогично, неправильно. Почему так происходит? Я понял, что самое важное в нашей жизни и доброе, и плохое скрыто. Самое лучшее добродетель – это скрытая добродетель. Когда я дал пожертвование, и никто об этом не знает, кроме меня. И я не заинтересован, чтобы об этом знали. Когда я помог какому-то человеку, я постарался, чтобы это было так, что мое имя не фигурирует. Это самое ценное добродетель. Не так ли? Это очень важно. И как только мы обнажаем скрытую добродетель, она перестает быть добродетелью. Когда Самсон открыл тайну, самое важное, что нужно было скрывать между им и Господом, он обнажил это перед публикой, так можем выразиться, выставил на показ тайную взаимоотношения с Господом, он сразу же потерял силы. Когда люди знают о том, сколько мы часов молимся, какими мы слезами поливаем, омочаем пол рядом с нашей молитвенной комнатей, сколько мы денег пожертвовали, сколько мы времени потратили, здоровье какое израсходовали во имя Господа, все это уже перестает во имя Господа. Все. Важные разделы, скрытые разделы. И в отрицательном то же самое. Самые страшные наши неправильности, изъяны и немощи скрыты от глаз. Порой от наших собственных. И вот Бог желает проникнуть туда, чтобы разрешить эти узлы. Он знает и добрые наши дела тайные, и за них вознаградит, сделает их явными когда-то в один день там у себя. Но он хочет получить доступ к тому, что скрыто в нас, и оно неправильно. Оно Господу не угодно. И если мы продолжаем скрывать и прятать это все, таким образом мы становимся людьми, которые никогда, никогда не изменятся. Я думаю, что будет правильно сказать, я так считаю, что 70% честности это знать и признать причину, почему я делаю или не делаю чего-либо. Причины чаще всего скрыты. Дела видны, причины скрыты. И только честный человек может знать. Когда вы говорите, я не могу разобраться сам в себе, часто это по причине хитрости. Вы запутались. Вы не любите открытость, вы не любите прямоту, вы запутались и не можете разобраться сам в себе. Честному человеку в себе разбираться достаточно легко. Почему ты не пришел в собрание? Что приходит в голову сразу? Неохота сказать, я проспал? Неохота сказать, что я не хотел? Или я не могу смотреть на лица этих верующих, которые не помогли мне в трудную минуту? Мы говорим после некоторого такого мычания, мы придумываем быстро причину. Мы же привыкшие к этому. Я молодежи сказал предупреждать меня, почему их нет на молодежном служении. Некоторая часть из них, за которую я больше всего переживаю. И один говорит, ну как вот, ну неохота там. Я говорю, так и скажи. Не надо выдумывать, скажи. На меня напало, как это такое слово, хандра, да, есть? Я говорю, я хоть буду знать, что за тебя надо молиться. Но один еще мне так не позвонил и не сказал. Не приду, потому что не хочу. Надоело все. Есть разные, разные причины. А если не хотят говорить, просто не звонят. Но я верю, что это был бы кратчайший путь к решению проблемы. Почему не был на вечере? То, все, другое, третье. Почему не проповедуешь? То, все, другое, третье. Почему не общаешься с этим человеком? Что за разгралат у тебя с ним произошел? Вы были не разлее вода, и теперь вас никогда не видно вместе. Вы не можете смотреть друг на друга, и как одинаковый полюс, вы разворачиваетесь друг от друга. То, все, другое, третье, десятое. Но только не настоящая причина. 70% честности – это знать, признать настоящую причину. И я верю, что этот человек находится в ближайшем пути к исправлению. Почему написано о служителях, что они должны детей содержать в послушании со всякую чем? Честностью. Почему из всех положительно? Почему бы в послушании со всяким трудолюбием, в послушании со всяким чем? Милосердием и так далее. Почему в послушании со всякой честностью? Почему из всех-всех-всех хороших качеств Павел к послушанию прилепляет честность, потому что, дорогой мой сын и дочка, я должен их научить так, если уже они меня и не послушались, то по крайней мере должны честно об этом сказать, если у них что-то не получилось, и они что-то натворили, то единственное, чего я жду больше всего это честного признания, и тогда эти дети будут исправлять, какие бы ни были кривизны их характера, благодаря честности, и это то же самое касается и наших взаимоотношений с Господом. Я буду заканчивать одним стихом, который записан в послании к евреям, 10 главе, стих 22, вперед всех качеств, что поставил Павел, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую и так далее, смотрите, перед верой, перед очищением, кроплением, перед омытием тела и так далее, Павел поставил искреннее сердце. Всякий духовный прогресс, всякая духовная перемена начинается с честности. Я напоминаю слова Соломона, если он будет честным, то и волос не упадет с его головы. Если христианин, имея много-много-много разных немощей, будет честным человеком, и когда ему зададут прямой вопрос, он будет способен дать прямой ответ, он не будет изворачиваться. И когда его спросят, как тебе имя, он скажет, Яков, тогда его имя может переиноваться в Израиль. И когда он назовет свою немощь своим именем или свой грех, тогда только ему будет простерта милость и благодать для исправления от этой немощи. И он благополучно дойдет до врат небесного царства. Помолимся.